Нюрбинский государственный передвижной драматический театр Республики Саха-Якутия основан 22 августа 1966 году выпускниками Московского высшего театрального училища имени Щепкина. Сегодня в театре работают выпускники Якутской студии театрального училища имени Щепкина, Дальневосточного института искусств, Свердловского театрального института и Арктического государственного института культуры и искусства. Нюрбинский театр в сентябре представил свое творчество сразу на двух театральных фестивалях и получил субсидию в рамках национального проекта «Культура». Впервые принял участие в третьем с Российском фестивале национальных театров Федерации в городе Грозный со спектаклем «Рассказ заблудившегося мальчика», поставленным заслуженным деятельным искусств Республики Саха-Якутия Юрием Макаровым по рассказу Николая Неустроева. Фестиваль проходил в рамках национального проекта «Культура» при поддержке главы и правительства Чеченской Республики. Также приняли участие во втором фестивале театра в Дальнем Востоке в городе Хабаровск. Нюрбинский театр представил спектакль «Палата номер 6» Антона Павлова-Чехова в постановке заслуженного деятеля Искусств Республики Саха-Якутия Юрия Макарова. В интерпретации известной чеховской повести «Палата номер 6» Нюрбинского театра затронута тема любви, о которой мечтают все, но настоящая любовь недосягаема для всех. Совсем недавно состоялось открытие 56-го театрального сезона, посвященное столетию образования Якутской АССР. Сезон открылся спектаклем рассказа облудившегося мальчика Николая Неустроева в постановке Юрия Макарова. В этом году Нюрбинский театр получил субсидию «Поддержка творческой деятельности в укреплении материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек». Субсидия выделена на постановку двух спектаклей «Нирбакан» и «Иисус Христос. Суперзвезда». По приглашению Нюрбинского театра над постановкой спектакля «Нирбакан» работает заслуженная артистка Республики Саха-Якутия, режиссер театра юного зрителя Республики Саха-Якутия Валентина Фанасьевна Якимец. Главную роль в этой постановке сыграет молодая актриса Михайлова Сардана Иннокентьева, выпускница Арктического государственного института культуры и искусства. Во-первых, это очень ответственная роль. Как все знают, это исторические события и дважды ответственнее для меня. Житься в роль было трудно. Развивайтесь, будьте очень трудолюбивыми, советуйтесь с старшими артистами, с педагогами и будьте уверенны в себе. Зрителям желаю хорошего просмотра. Пьеса «Нирбакан» я считаю, что это брендовым спектаклем Нирбинского театра. Надо, чтобы этот спектакль был всегда в репертуаре Нирбинского театра. Ну, давно уже начали. С десятого мы уже на цену вышли. И поэтому, вроде бы, по расписанию, как мы планировали, идет репетиция. Приехал по приглашению художественного руководителя Юрия Алексеевича. И он хотел, чтобы все-таки этот спектакль взял второе дыхание. Он сам ставил этот спектакль. И чтобы молодые актеры работали в этом спектакле. И поэтому мы подобрали, что все главные, основные роли будут играть наши молодежь. И будут продолжать дальше, вот нести этот спектакль зрителям. Ну, Нирбакан — это все-таки очень значимая роль. Я с Ардану уже знала, вот как поступал Арктический институт. Я сидела в приемной комиссии. Тогда они приехали совсем молоденькие ребятишки. И они вот экзамены мы принимали. Юрий Алексеевич был, Андрей Савич был, Александр Мучина. Вот потом она руководила этим курсом тоже. И Фим Николаевич был тоже руководителем их курса. И так что я знала, вот какие актеры уже приехали по распоряжению в Нирбинский театр. В нашем театре тоже вот юного зрителя. Выпускники этого же курса есть. И в Сахотеатре работает, и в Театре Ломково. И с Ардану я вот думала, вот все-таки приеду, посмотрю. Ну, несколько дней я думала, выбирала, кого же выбрать. Ну, потом выбрала, все-таки остановилась на Сардану. Я очень рада, что она очень серьезно взялась. И, ну, зритель будет, окончательный вердик ставит. Это наша Нирбакан или нет? Они всю жизнь все-таки вот это привыкли. Валентину Пантелеймоновну видят в этой роли. И как-то передача своей роли будет этот акт. Ой, волнуюсь. Больше всех, по-моему, я волнуюсь. И за каждого актера, и за каждую роль, чтобы все-таки как-то донести то, что вот хотели. Я вот ставлю спектакли в более таком классическом варианте. Юрий Алексеевич был какой-то роковый такой, основанный на рок-музыке. Какой-то вот такой спектакль был. И я считала, что у него вот эта несущая роль шла вот эта Аян. Они как ехали все вот это, и музыка вот эта прогрессивная такая шла, вот атакующая. А тут как-то располагая, мы расположились в Нюрбе. Это мы, это мы нюрбинцы. Мы родом вот от великого рода Хангаласовкин. Вот такое от зрителей, чтобы они гордились, видя вот этих парней молодых, трое. И молодой нюрбукан говорили, это наши, вот мы такие. Мы хотим добиться этого. Каждый должен думать, вот этот мой предки, вот такие были. Вот мы родом вот от них. Ну, молодым я хотела бы пожелать успехов, чтобы они работали, любили свой театр. Я начинала в этом театре же. В 79-м году я маленькая девочка тогда пришла. А тут сейчас уже с образованием, актерским образованием ребята вот работают актерами. И им, конечно, будет все-таки приятно и как-то гордо играть вот эти роли. Брендовые роли нюрбинского улуса. С 11 по 19 сентября прошел Всероссийский фестиваль национальных театров Федерации в Чеченской Республике в городе Грозном по приглашению самого Ранзана Кадырова. Из 87 спектаклей выбрали 14 лучших спектаклей. И мы попали в списки 14 участников. Это наш Нюрбинский театр. Мы выступали со спектаклем «Рассказы будившегося мальчика» Николай Неустроев, автор, режиссер Юрий Алексеевич Макаров. Нас встретили очень хорошо. Город очень красивый, люди приветливые. И выступили, как оценили критики, на высшем уровне. По приезду сразу же полетели в город Хабаровск на второй фестиваль Дальних Востоков. Там выступали палаты номер 6, тоже режиссер Юрий Алексеевич Макаров. В Республике Саха-Якутия выступали Мирнинский театр «Наши соседи», Инклюзивный театр «Алгыз» и театр юного зрителя. Участвовало очень много из Алтаев. Фестиваль произошел тоже на высшем уровне. И по оценке критиков тоже похвалили нас. Завтра, 26 октября, 17 часов. Мы всех ждем, наших театралов, ценителей, наших дорогих зрителей, на нашу премьеру «Нирбакан». Приходите, не только 26, а завтра получат премьера, и будет 29, 30 тоже повторим. Всех ждем. Вряд ли найдется хоть один человек, который бы за свою жизнь ни разу не попал в мир декораций, костюмов и софитов. Если бы вы ни разу не были в театре, самое время исправить положение. Театр неизменно ассоциируется с праздником. Это идеальное место, где можно отдохнуть и узнать что-то новое. Выразительная игра актеров подарит вам жилые эмоции и переживания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!